Так, интересно, какие вы одинаковые в рулетке? Какие-то сонные, как будто обкуренные. Что с вами? Обкуренные? Ну да, прям такие вот как это. Мне 81 год. Почему сразу обкуренные? Ну ладно. Так, мы пришли сюда, в это место разврата, для того, чтобы сказать людям, что ждёт за эти дела. И наши знания исходят из этой вечной книги книг, которая называется Святая Библия. Оттуда мы узнаём, что Иисус Христос умер за нас, умер, родившись от Девы Марию, и воскрес третий день. И зовёт всех к покаянию, чтобы мы впустили его в своё сердце. Если у вас есть вопросы духовные о Боге, о Вечности, о Душе, можете задавать. Я говорю ей, написал, что я всё знаю про Бога, я в церковь вхожу каждый день почти. А по церковь-то ещё не ходите? В церковь вхожу, по вечерам. В церковь ходить надо? Сходить к батюшке на исповедь? Да и на исповедь мы ходили один раз. Жить по-христиански, чисто. Чисто. Да. Священное Писание есть. Вы знаете, что сейчас идёт рождественский пост? Ну, и у меня пост максимум день продержится, и всё, три дня я не могу продержаться. Я не всё понимаю, что говорите, но понятно. А на исповедь-то ходите к священнику перед Богом? На исповедь, интересно, когда требуется, скажу. Да вот как раз пост идёт. И дома молиться надо. Это щётки называются. Вот я-то пенсионер, это семь раз в день. Три святоя и сто поклонов. Это один раз. И таких подходов семь раз в день. И тогда дурь-то вся уйдёт. Вот если у вас будет желание узнать больше, вы запомните два слова, скажу вам. Это ключ. Игнатий Лапкин. Это я. Игнатий Лапкин. И по скайпу вы меня сразу найдёте. Я скину вам свои ресурсы. Потому что у меня очень большой канал. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. «Во свете Библии». У меня 18 тысяч 100 роликов там. Как мы строим православную деревню. Так, вопросы есть какие? Нет, вопросов нет. Нету. Как звать-то вас? Сергей. Как? Сергей. Сергей. Понимаете, это Сергей. Я даже удивляюсь. Постой-ка, сейчас посмотрю календарь. Каждый раз смотрю, неужели... Так, это трудно было здесь написать. Почему его нету? Имени. Перевод. Как по-русски переводить? И как надо жить тогда? Соответствие своему имени. Сергей. Сергей. Латинское. Имя латинское. Но ему нет перевода. Нету. Но оно близкое к почтенному. Примерно. Так что отвечай за своё название. Живи с радостью в Боге. И тогда всё будет по-другому. Потому что Нил Синайский говорит, согрешить – это дело человеческое. А отчаиваться, что пропал – всё это дело сатанинское. Никогда не отчаивайся. Для верующих выход один в молитве, и Бог поможет, на руках вынесет. Благослови тебя, Господь Сергей, с Богом. Не уходите. Мы пришли сюда с великой миссией. Сказать, что ожидает людей. Ни один человек, который живёт не по заповедям Божьим, не будет с Богом. Он будет с сатаной гореть в огне. Поэтому никакой прелюбодей, никакой наркоман, матерщинник в Царство Божие не войдёт. Иисус Христос распятый, умер за нас и воскрес. И мы пришли с этой миссией, чтобы рассказать людям о Боге, о вечности. Я буду гореть в аду? У вас какие-то вопросы есть о спасении души, о том, где мы будем после смерти? А я знаю, где буду после смерти. А где будешь ты? В аду. А зачем тебе, когда Христос умер за грехи людей? Пришла одна блудница ко Христу. И там стали говорить, как она попала сюда? Она слезами омывала ноги, волосами отирала. И Господь говорит, ей прощается много за многие грехи. Иди, говорит, и впредь не греши. Людям возвестить великую радость, что Иисус Христос распятый воскрес и дарует прощение грехов. Ну, что ты, что ты? Так, что? У тебя твоя книга? Да, да, да. Да, да, ты считать умеешь? Ну, смотри сюда. Не материться. Я не матерюсь. Хорошо. Мы пришли сюда не просто делать нечего, а возвестить этому Содому и Гаморре. Что ожидает людей? А, ну я с Владивостоком, у меня сейчас вот только утро. Мы пришли возвестить миру, что ожидает за то, что делается безбожниками, здесь, в рулетке даже. Ни один блудник в Царствие Божие не войдет. Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания. И надо веровать, и Господь прощает любой грех, потому что Он за нас умер. Понял, понял тебя, Отец. Отец, ну я пошел дальше, я с молодыми там девчонками хочу пообщаться. Ничего страшного, я ухожу. Об души тебе. Благо тебе хлеба, пулина, слов всегда. Так, что от меня нужно-то? Нормально. А вы увлекаетесь, да, вот тематика религии? Нет, я христианин, я не увлекаюсь, я живу этим. Я живу. Знаете, я как бы, я как бы такой человек, как бы я, ну, я верю в Бога, то есть я там не атеист какой-то там, то есть как бы я верю. Но, допустим, вот, знаете, говорят, типа, вот, Бог-то нам поможет. Просто все в твоих руках, то есть никакой Бог там тебе не поможет. Если ты сам захочешь, то ты сделаешь это. Как бы, просто, как бы, ну, самовнушение получается. Вот я так думаю, это мое мнение. Иоанн Златоус говорит так, ни я, ни Бог тебе не поможет, если ты сам себе не поможешь. Ну, вот. Вот так. А это сказано патриархом православным в 4 веке еще. Надо веровать и исполнять то, что тебе повелевает Господь Бог. Так, а как он будет повелевать, если я сам, ну, как бы, я сам выбираю свой путь? Ну, это кажется только выбирает. Это камень брошенный летит, я сам выбираю, куда лететь. Ну, куда он летит, туда-куда бросили. Мы все время с двух сторон атакуемые. Достоевский говорит так. Дьявол борется с Богом, а поле битвы сердца людей. На чей стороне ты встанешь, там и победа будет. Ну, да. Ну, как бы, не знаю, это просто мне кажется, это самовнушение, то есть, чтобы люди, как бы, ну, как сказать, у них какой-то стимул был что-то уделать, типа, вот, Бог мне поможет, и я буду делать, стараться, и Он мне поможет. А в итоге получается, что, как бы, Бог не помогал, это просто самовнушение у тебя в голове мысленно. И ты сам до этого добился. Вот я про это имею в виду. Ну, может быть, это так, а у веры еще не так. Вот мы встаем, какое внушение? Я сейчас спрашиваю одного здесь, мусульмане, я говорю, когда вы вставите, сколько? В семь. Я говорю, мы встаем в 4.40. У нас у мусульман намаз пятикратный, а у нас девятикратный. И после каждого намаза совершаем 100 поклонов. А то что я воображаю себе? Я молюсь и получаю ответ. А какой? Благодарение Богу, там человек погибает, помоги ему, Господи. Мы много проехали. Я не просто прошу, я благодарю. Просить – это первая ступенька в молитве. Второе – благодарение за все. А третье – словословие. Это не внушение какое, это живая жизнь со Христом. Я ощущаю, чувствую, пою, молюсь. У меня внутренний мир поет в то время. А мне 81-й год. За плечами непростая дорога. За Слово Божие меня сажали не один раз. Я насмотрелся в жизни, все и знаю, без Бога жизни нет. Я молюсь. Начальник новый. Я молюсь, еще не пришел, а начальник меня уже ждет. А мне тут пришел один про вас рассказывать. Я хочу познакомиться. Я молюсь, а Бог его берет и уже вперед меня посылает. Бог отвечает на молитву. Вот в чем суть-то. Вы раньше, наверное, работали батюшкой, да? Нет, я дня не работал. Батюшка не работал. Я просто человек-мирянин, как бы. Теперь я щтец. И вот с детства я в старобряшской семье родился. И знал, что Бог есть. И мама говорила, нельзя в пионеры вступать, комсомол. Там материться, курить, там с женщинами дело иметь, пока тебя в церкви не помещают. И меня Бог сохранил от этого. И после армии уже, а служил морфлоте в ракетных частях. Это не стройбат для южных народов. Я, кстати, вас перебью. Я тоже учусь. Ну, я как бы в Новороссийске нахожусь. Вот учусь в морской колледже. В общем, судоводитель. То есть, ну, судно. В общем, тоже моря, моряком выйду, в общем. И в 23 года мне впервые в жизни эту книгу дали. И уже через полчаса моя жизнь полностью изменилась. Я встал с колен, первый раз помолился своими словами. А работаю на корабле, учусь в мореходном училище. Я сильный, здоровый, ничем не болею, деньги. У меня всё есть, а внутри пустота. Я понимаю, зачем я умру. Это путешествие. Мы работаем на опасной работе. Заминировано всё здесь. И сразу жизнь как осияла светом. Я только явился на корабль, я сразу сказал первому матросу, мы живём неправильно. Христос умер за нас. Мы должны жизнь посвятить служению Богу. Это уже 57 лет назад. Мой путь очень тернистый был, и он благодарный Богу. Вот сейчас, что у меня есть, если бы не Христос, у меня бы ничего не было. Я бы давно умер. Почему? Выпивал бы, ждал бы пенсии, когда придёт, внуков ждал, говорит. Ни пенсии, ни внуков нет, ничего нет. Ещё я бы делал. А я благодарю Богу. И теперь, теперь настоящий момент. Я верующий. Бог кладёт на сердце. Я не воображаю. Я вижу, беспризорников много. Бог позволил мне создать детский лагерь. И я его начальник, бессменный, православный лагерь. 45 лет, да ещё 3 в ином формате, 48 лет. Без помощи государства, ни рубля. Тысячи детей подняли. Какое-то воображение. Мне надо сохранить детей, чтобы было интересно. Здоровые наркоманы перестали наркоманить. Спать как, отдыхать. Купаются каждый день, лазят по деревьям, на коне катаются, на лодках. У меня всё, что было для ребёнок, для ребятишек. Самое лучшее из лагерей всего мира я собрал к себе. Ездил, смотрел, считал. Это не воображение какое-то. В России уничтожено 31 тысяча сёл, посёлков, деревень. Ну и что? Страна разваливается. Что? Что? Мы взяли статус, получили землю, строим деревню православную. Нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Ни рубля государство в нас не вложило. А мы построили храм, школу государственную. Пруды сделали, зарыбили их. Теперь рыба своя. Дорогу делаем сами. Это огромные деньги. Как скотину разводим и прочее. У нас с тарелкой по храму не ходят. У меня брат священник. Десятина всё покрыла. У нас ни за что деньги не берутся. Ни за свечи, ни за крещение православное. К нам митрополит приезжает в Барнаульске. А будь я неверующий, что бы у меня было? Да я бы сам исчез давно. А у меня вышло из печати 38 томов книг. Книг, которые Бог позволил мне подарить в 650 библиотек мира. Проехать миссионерская поездка из Барнаула до Владивостока, Лиссабона, Скандинавия, Прибалтика, Север и Турция. Такой поездки никто никогда не сделает. Почему? Мы с подарком ехали. Один комплект книг моих стоит 750 евро. 650. Мы только в окрестностях раздали Евангелие больше 30 тысяч. Бесплатно. В комплекте 38 томов у меня. Но это только которые в бумажном варианте. А без бумажного варианта ещё 7 томов. 4 тома по 800 страниц – это стихи мои. 4 тома. Это классно прям. Ну это всё. Если вы зайдёте, Игнатий Лапкин в скайпе, вы меня сразу найдёте. Я один с этим фамилией. Запишите себе. Геннадий Лапкин. Лапкин. Вот напечатай здесь, чтобы я увидел. Правильно, нет? Всё, всё, всё. На меня пошлите тут. Вот так. Абсолютно правильно. Вас как звать? Александр. Александр – это «защитник» означает по-русски. Знаете. Вы защищаете правду, защищаете обиженных, оправдайте своё имя. Вот если зайдёте по скайпу, вы сразу на меня выйдете. А там я могу скинуть наши ресурсы. Это YouTube, сайт, форум, Mail.ru. У меня там есть и Facebook, и Twitter. Ну там администрация работает. У нас очень огромные. Вот в YouTube у меня моих роликов 18 260. Нормально. А сколько у вас подписчиков? Да подписчиков немного. 43 800. А общий просмотр 44 миллиона. Ну да, это классно. В общем, я запишу ваши данные. Да, в YouTube, если зайдёте, во «Свете Библии». Во «Свете Библии». Игнатий Лапкин. Там даже не выскажешь, сколько материалу. А если зайдёте на сайт, мы показываем, как надо в этой жизни силы применить. Где? Ну я понял. Спасибо вам большое. В общем, удачи вам. Спасибо, Христос Александр. Давай. Ты молод. У тебя ещё всё впереди, может быть. Заходи на наши ресурсы. Если зайдёте, я вам тогда скину, у нас три раза в неделю идут занятия по скайпу здесь. Изучение Библии по святым отцам, православной церкви. Никаким сектантам не прислоняйся. Они не церковь. Церковь там, где священство. С Богом. Ну и всё, я понял. Спасибо, удачи вам. Храни вас Господь. До свидания. До свидания.